Девушки отдыхают Волшебные, примерно как сказка Кировские школьники смогут отправиться На Северный полюс Не все, но кому-то может быть улыбнется удача Но для этого надо постараться Что нужно для этого сделать Сегодня будем говорить об этом с нашими гостями Диана Ворончихина, менеджер по проектам Информационного центра атомной энергии города Кирова Добрый день, Диана И Михаил Буторин, журналист газеты «Источник новостей» Блогер Миша Добрый день Как попасть на Северный полюс? Надо выиграть конкурс Да, давайте начнем с того Что в этом году отмечается 75-летие Атомной промышленности И по этому поводу Росатом запустил конкурс Для детей 7 по 10 класс То есть 12-16 лет И с возможностью Тех, кто этот конкурс выиграет Поехать в следующем году На Северный полюс В экспедицию на атомном летоколе Нужно участвовать уже сейчас До 18 октября Выполнять все задания Есть, будет 100 победителей С гарантированными призами Например, беспроводные наушники Электронные книги А 25 из них Отправятся в следующем году В экспедицию знаний В чем суть конкурса? Здесь проверяется эрудиция участников Это поэтапные викторины Если зарегистрироваться сегодня То открыты уже три викторины из четырех Четвертая откроется в ближайшее время Отвечать на самые разносторонние вопросы Естественно, на время В дальнейшем снять видеоролик Что я сделаю, когда попаду на Северный полюс Видео Видео, как Блог Видеоролик, видеоблог Так, на каком сайте На каком ресурсе сейчас Как раз размещены эти викторины Куда нужно заходить? Атомполюс называется сайт Можно набрать в поисковике Атомполюс конкурс И сразу же перенаправить на официальный сайт Так, если на страничке Кировского Информационного Да, 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 конечно И ВКонтакте у нас В нашей группе ИЦА Кирова Везде эти ссылки закреплены И на сайте Маятом.ру Наш сайт Тоже есть эта информация То есть можно с вашей странички Уйти как раз на страничку Этих самых викторин До 18 октября Надо успеть зарегистрироваться И ответить на вопросы Четыре викторин И снять ролик Или ролик позже Ролик попозже чуть-чуть До 18 октября Если регистрируемся сейчас То отвечаем на вопросы трех викторин Четвертую ждем Чем ближе к 18 октября Там уже четыре викторины Сразу в один день придется пройти Вот в таком случае У меня сейчас вопрос следующий А как вообще можно понять Самостоятельно ребенок отвечает На вопросы викторины или нет Или это не возбраняется Я думаю это не возбраняется Привлечь родителей Да Здесь самое главное Будет желание Будет продемонстрировано Желание ребенка ехать И в видеоролике Здесь уже родителей Задействовать наверное не получится Видеоролик нужно сделать самостоятельно Самостоятельно Но там его ведь смонтировать Можно будет потом Это не прямой эфир Я так понимаю Все равно же это монтаж По идее К чьей-то профессиональной помощи Можно будет обратиться Ну вот Михаил у нас блогер И я так понимаю Что он наверное Даже и видео какие-то Да Свои снимал Да конечно Да Может рассказать Насколько это сложно Ну во-первых Нужны мощности компьютера Потому что дело довольно таки Не только трудозатратно Но еще и затрачивает ресурсы Мощности компьютера Ну и далее Нужно иметь фантазию Какое-то видение этого дела Чтобы сделать красивую картинку Ну и самое главное Твои собственные мысли Что ты туда закладываешь Картинкой-картинкой А то о чем ты говоришь Рассказать-то нужно Что же я сделаю Когда приеду на Северный полюс Диана А почему именно Северный полюс Почему вот эту историю С Северным полюсом выбрали Почему именно туда экспедиция Мне кажется Мы обсуждали с ребятами Во-первых Надо сказать о том Что такие экспедиции Проходят в дни первый год Ранее в 2017 году Девочка из Кирова Уже ездила в арктическую экспедицию Это была Маша ученица физмата Сейчас она в девятом классе И вот до сих пор уже Спустя три года Мы общались недавно с ее мамой Она делится волшебными впечатлениями Это событие Воспоминания на всю жизнь В этом году едут ребята В экспедицию От тех кто победители В Сириусе Это в Сочи в Сириусе Для одаренных ребят Победители участники Их программ сириусовских И для них Росатома Организует такую поездку У нас опять же ребята Из Кирова едут Тоже физмат Двое И рассказывают Что здесь Меньше людей побывало на Эвересте Чем на Северном полюсе И вот эту галочку поставить Это событие Когда еще взрослые Не могут себе этого позволить А ребенок Уже для него Такая возможность открывается Ну надо сказать Что взрослые позволить Далеко действительно Не все себе могут Потому что я смотрела Расценки на туры В Арктику Там я не знаю Шпицберген Еще что-то Это конечно Как бы неподъемная история Для человека работающего В регионе например То есть там 200 тысяч 300 тысяч рублей Это всю жизнь надо копить Я думаю Мы сейчас с Михаилом Дойдем до интервью Которое было проведено С капитаном Атону Такого и процента Еще раз вот человек Упомянем Пока давайте интригу оставим Потому что у нас Другие цифры Большие-большие Большие Еще больше Еще больше Еще больше Серьезно Ну вот сейчас Посмотрите Получаются конкурсы На планшеты На наушники А здесь для ребенка Впечатление на всю жизнь Поэтому мне кажется Выбран приз Очень Значимый Ну и помимо этого Диана уже говорила Что если вдруг Ну вот не повезет Да То есть такой утешительный приз Есть возможность Получить хорошие Какие-то вещи Да Ну Электронные книги Для 100 участников Да Кстати про программу Которая будет Программа информационный Центр по атомной энергии Для ребят Которые поедут В эту экспедицию Организуют И они не только Едут в путешествие Не только смотрят По сторонам Но еще Прокачивают Скиллы на мастер-классах От актеров Звезд шоу-бизнеса Учатся Снимать Востребованный Видеоконтент Но все это На ледоколе Да На ледоколе Ледокол называется 50 лет победы Да Атомный ледокол Самый мощный В мире Да Самый мощный В мире Вот Миша про это Все знает Потому что Михаил брал интервью У Дмитрия Лобусова Капитана Этого самого Ледокола И Брал его По видеосвязи Насколько я понимаю Он в этот момент Находился где-то На ледоколе Или он был Дома Он был дома В отпуске То есть Такой В неформальной Обстановке Прошло у нас Интервью Согласился он Несмотря на отпуск В Эти Да Это первый опыт Совместного проекта И ЦАЕ и СМИ Когда интервью В видеоформате Берем И в дальнейшем Выкладываем его Не только В том СМИ Но еще и Там у нас В группе ВКонтакте Можно видеозапись Будет посмотреть Вот про интервью Мы сейчас Скажем Не все конечно То есть Мы сохраним интригу Потому что интервью Будет опубликовано В завтрашнем номере Газеты Источник новостей Все верно Да И в областной газете Источник твоего города А после того Как будет печатная версия Будет еще видео версия Видео версия В группе ЦАЕ Кирова Мы опубликуем в понедельник А у вас на сайте Она тоже появится Тоже появится И еще будет фрагмент Из видео интервью В живой газете То есть можно будет Запустить приложение Глазар Навести телефон И увидеть фрагмент Так Какое впечатление Произвел на вас Человек Рулящий Самомощным В мире Атомным ледоколом Ну сугубо положительное То есть человек С третьего класса Мечтал стать капитаном И эта мечта У него сбылась То есть И уже 30 лет Он с 30-летним опытом Человек Именно на этом ледоколе Или на разных судах На разных На разных судах А как он попал на ледокол 50 лет победы Давайте Начнем с того Что у нас Капитанов ледоколов В принципе немного Если я не ошибаюсь Их всего 10 В России 10 человек То есть это надо Какие-то особые знания Иметь к этому Каким-то опытом обладать Да Это специальное образование Он рассказывал В интервью Как раз О своей учебе В том числе Можно будет Почитать Или посмотреть Здесь Да И как раз Разница Что можно быть Просто Моряком Можно быть военным Моряком Атомный ледокол Это еще Третья история Он рассказывал Что у них даже Своя специфика Своя специфика Нету Это не военная История Потому что Говорит Даже пистолета Никакого нет Минимального Там какими-то знаниями Надо Там из области Физики Химии Всего остального Тоже обладать Или этого Не нужно Там капитану Я думаю Что это стоит Знать поверхность Потому что Директор отвечает Уже Специально обученные люди Которые находятся На судне И которые следят За его работой За его Заправкой Можно сказать И так далее То есть капитан Он именно рулит Морское дело У него основное Ледокол 50 лет победы Куда Куда вот он ходит В Арктике Вообще Ледокол Он создан для работы На северном морском пути Чтобы проводить Караваны кораблей Ну а Пока Лето Северный морской путь Без льда То тогда уже Ледокол не нужен Почему Нет Нужен Нужен Как раз для провоза туристов Ага Вот оно как Вот мы подбираемся К этому вопросу То есть ледокол 50 лет победы В том числе Используется И для того Чтобы летом Какая-то часть Счастливчиков Могла оказаться На северном полюсе И ту самую галочку Поставить Я там был Очень заинтересованных В этом людей Со всего мира Со всего мира То есть не только Из России приезжают В этом году Не знаю конечно Как все складывалось А обычно приезжают Со всего мира Рассказывал Что в этом году Как раз меньше Этих туров А в прошлое года Это было поставлено На поток Да Откуда приезжают Ну то есть Вот есть Европейская Например часть Начиная от Европы Заканчивая Австралией Австралией То есть из Австралии К нам тоже приезжают И едут на северный полюс Смотреть Как там все Да Даже еще был случай С австралийцем Дмитрий Викторович Рассказал Там 90-летний Австралиец Приехал И попытался Доказать Своей невесте В 90 лет В 90 лет Невесте Да Что он еще Ого-го Ого-го Ну какими способами Доказывать Каким образом На северном полюсе Как можно доказать Что ты еще Искупаться В северном ледовитом океане А там можно купаться То есть там не лед Разве нет Да Они приезжают туда И купаются Дмитрий Викторович Тоже это делал В первые свои рейсы Там есть видимо проруби Это можно сделать Так называемое посвящение А то есть ты когда первый раз Приезжаешь на северный полюс Ты должен обязательно Ты можешь А можешь Давайте так Не должен Не должен Никто не заставит Не выбросит за борт Никто Ну вот Кстати Насчет воды Тоже для меня Не знаю как Для Дмитрия было удивлением Для Михаила удивлением Что они На самом ледоколе Купаются В воде Из океана У них есть бассейн Который подогревается А то есть они берут воду Из океана Подогревают Да И вот такой досуг На ледоколе А чем там еще занимаются Есть еще и сауна Есть ресторан На ледоколе На ледоколе И сауна Да А футбольного поля Там нет у них случайно На самом большом Есть спортивная площадка То есть это как дом Получается такой Да Мне кажется да Любой корабль Приспосабливается к дому А здесь они на три месяца Бывают Уходят Поэтому Я бы даже сказал Целый город То есть тем школьникам Которые окажутся В числе 25 счастливчиков Им будет чем заняться На этом ледоколе Дмитрий Ветрович Рассказывал Что настолько у ребят Активная там Насыщенная программа Да Что не минуты Свободного времени А есть вообще Там понимание какое-то Вот что будет еще Ну кроме там поездки Да Каких-то Там мастер-классов И всего остального Чуть более подробно Естественно будет знакомство С тем как работает ледокол С экипажем Будут популяризаторы науки Это вот наша стезиасфера Да Информационного центра По атомной энергии То есть молодые ученые Будут на практике Показывать как это все устроено Это несомненно Да Дмитрий Викторович Я так понимаю Возил уже Школьников В том числе Да Какие его впечатления От того что Дети на корабле Все-таки дети Это вот такие Существа Извините пожалуйста Да Которые могут В какой-то момент Куда-то забраться Куда не нужно забираться Да Что-то наделать Чего не нужно делать Ну во-первых На корабле Существует строгая дисциплина То есть даже И для детей И для членов экипажа То есть там Не дадут забраться Куда не следует Ну надо сказать Что они испугались Экипаж Когда им первый раз сказали Что у них будут Такие юные гости Они сказали Что мы прям Испугались И расстроились Да Как мы теперь будем работать И они уже будут нам мешать Да Ну это было только до А потом Когда уже познакомились Представьте Какие мотивированные Все-таки ребята Туда попадают Что в этом году Из Сириуса Из центра одаренных детей Что там в предыдущие годы Что вот эти ребята Которые пройдут Такие конкурсы Такие Этапы Очень заинтересованные ребята Энергетика Передалась Экипажу Кстати О том как это было Еще можно посмотреть Есть фильм Валдиса Пельша И Елены Потаниной Об Арктике В принципе И о том Как год назад Ребята ездили В экспедицию В эту экспедицию Арктическую Да Опять же Можно в группе ЦА Кирова посмотреть То есть Они были вместе С ребятами На этом ледоколе Снимали впечатления Ребят Чем они там занимались Как раз Это попало И будущие Арктики Обсуждали с ними Все равно Эти экспедиции Носят научный характер Так или иначе Валдис Пельш Елена Потанина Фильм об Арктике Да Я помню Что мне про него Рассказывали когда-то Я сама до него Еще не добралась Но надо посмотреть Мне кажется Там пейзажи Конечно Совершенно потрясающие Делился ли Дмитрий Лобусов Миш Впечатлениями От своих первых поездок По арктической Конечно Поделился Дмитрий Ветрович Своими впечатлениями И то что Впечатления были Были такие Что их Не передать словами А есть ли какие-то Ну я не знаю Там Плюшки дополнительные Кроме того Что ты водишь Самый большой В мире Атомный ледокол Ну понятно Там есть наверняка Ваша зарплата Да Какие-то еще Социальные Там гарантии Все остальное Но Есть ли что-то еще Получают ли они Да Был вопрос в интервью Такой Что Исчислятся ли на самом деле Миллионными Числами зарплаты Капитана Атомный ледокола Как говорят в интернете Об этом Ну ответ Себя долго ждать Не заставил И это все-таки миф Ага То есть это придумывают Все Ну понятно Что там наверняка Ну какие-то цифры Кстати Дмитрий Викторович Озвучил Поэтому можно будет Прочитать в интервью Кому интересно Да Да Мы просто все Не открываем сейчас Минимальный порог Он сказал Понятно Еще Вот Есть ли Ну какие-то Особенности Поведения Которые там Для детей И для членов экипажа Например Предписаны То есть есть Какой-то распорядок дня Какое-то расписание Ну нужно наверное Быть Очень здоровым человеком Чтобы поехать в Арктику Я думаю да Медицинская Конечно же Проходят осмотры Перед поездкой Но здесь В интервью Дмитрий Викторович Поделился как раз таки Да Дисциплиной Распорядком Рассказал О случаях удаления С ледокола Так это Заброт что ли Или как Удаление Удаление Как Как Вообще Списывают Кстати как списывают Интересно Ну то есть он же Он же в море Ледокол Когда приходит в порт Тогда уже Член экипажа Сходит на землю И больше не возвращается обратно А за какие Карьера кончилась А за какие Такие прегрешения Можно Лишиться счастья В Арктике Алкоголь например Драки А то есть Это строго запрещено Да конечно Но это слава богу Не для детей Пока я так понимаю Да То есть От школьников Жидать такого Наверное не приходится От туристов От взрослых Были ли какие-то Проблемные ситуации Со взрослыми туристами Ну или какие-нибудь Необычные Кроме австралийцев 90 лет Не затронули Все туристы Вели себя хорошо Но опять же Когда заплатишь Такую сумму То не захочешь Чтобы тебя высадили В ближайшем порту Также из интернета Я прочитал Что поначалу Клиенты Когда покупают Путевку За такую сумму И их первый день На ледоколе проходит То они возмущаются Такими вот условиями Обычные кровати Например Там они люксовые Там какие-то Могут быть Небольшие перебои С водой например Где моя джакузи Они говорят Да Да То есть И потом уже Все люди понимают За что они заплатили И все встает На свои места Вот все-таки Возвращаясь к расписанию К распорядку дня на сотни Да Во сколько начинается утро В семь часов То есть И это не важно Ты член экипажа Или ты турист Или для туристов Наверное немножко попозже Наверное попозже Все-таки побережнее А для экипажа В семь утра Так И дальше что То есть Они должны Наверное позавтракать Да Поплавать в бассейне Сауну Обеспечить Самый главный экипаж Должен обеспечивать Бесперебойную работу Собственно судно Здесь Вариантов нет А туристы Как рассказывал Дмитрий Викторович У них есть возможность Созерцать Стоять на палубе И созерцать Смотреть Выискивать медведей Белых Как они себя ведут Белые медведи По-разному Рассказывает Дмитрий Викторович Есть три типа Три типа белых медведей Три типа белых медведей Даже три темперамента Так Какие например Ну то есть один Я так понимаю Какие-то лежат Их даже не видно В сугробах Ну это видимо Нулевой Да Это видимо Совсем такой медведь Без темперамента Так А как еще То есть есть такие медведи Которые вообще Боятся ледокола Есть медведи Которые сами интересуются Ледоколом Подходят к нему поближе Посмотреть Понюхать Что там Кто там А подождите То есть это происходит В момент стоянки Где-то Да То есть раз они подходят Или они просто Очень близко идут к берегу В этот момент Они могут находиться Даже На льдине На льдине Да То есть ледокол идет Через льды Извините за тавтологию А рядом белые медведи Созерцают Это все действие Есть те кто боятся Есть те кто не боятся Машут лапой В детском мультфильме Пожалуйста Едьте дальше Так Значит Туристы созерцают Члены экипажа Обеспечивают работу Судно Дети Дети и дети На мастер-классах Дети-школьники На мастер-классах Дмитрий Викторович Я сказал Что ему было даже Жалко детей Потому что у них Не всегда есть Свободная минута Чтобы выйти на палубу Потому что они Все время заняты Программой интересной То есть их постоянно занимают Слушайте Ну здесь По поводу галочки Когда вот это Сделать Поставить себе Эту отметку Представляете Что не все туристы Даже заплатив Такую сумму Могут в итоге Себе эту галочку поставить А как так получается То есть они не доезжают До северного полюса Может быть такое Если погодные условия Не позволят Потому что Строго 11 дней Длится Тур И если погодные условия Не позволяют Дойти до места То приходится возвращаться Но какую-то часть Арктических красот Все-таки люди успевают Красот Конечно Я думаю Это начинается еще в Мурманске До самого полюса Не успевают Бывали такие случаи По крайней мере Рассказывают Но это тут Не зависит Ни от судна Ни от капитана Это зависит Конечно же От природы Что будет с погодой И как все будет выстроено Хорошо Еще история Следующая Помимо высадки на берег И в ближайшем порту Есть ли какие-то иные Менее строгие наказания Для членов экипажей Не дай бог Для туриста Я не знаю Взыскание какое-то Или туриста Например Закроют в каюте Или с ним потом Никто не будет разговаривать В течение следующих дней Здесь все точно так же Как и на суше Выговоры Как вы правильно сказали Взыскание Лишение премии Для членов экипажа Вот такие вот Меры Наказания Я думаю Как-то мы слишком В эти наказания ушли Это не значит Что тебя высадят на берег Сразу же и немедленно Нет Мы сейчас просто пытаемся понять Школьники Должны быть готовы К тому что все-таки Дисциплина Дисциплина будет обязательно Вне зависимости от того Выиграл ты конкурс Не выиграл ты конкурс Ребенок Ты или взрослый Ты все равно должен Раз ты на судне Ты должен подчиняться Требованиям капитана Еще надо помнить Где находишься Михаил Буторин В нашей студии Диана Ворончихина Мы сейчас делаем Небольшой перерыв Через полторы минуты Вернемся Продолжим Еще немножечко Про конкурс Поговорим Хорошо Михаил Буторин Журналист Газета Источник новостей Блогер Диана Ворончихина Менеджер По проектам Информационного центра Атомной энергии Города Кирова Мы говорим о конкурсе О конкурсе В том числе Для кировских школьников Которые избранным счастливчикам Позволят оказаться На Северном полюсе В следующем году Михаил брал интервью У капитана Самого мощного ледокола 50 лет победы Дмитрия Лобусова Это тот самый ледокол На котором дети Отправятся в Арктику 25 счастливчиков И мы сейчас В перерыве Я просто еще спросила По поводу Интересных каких-то случаев И вспомнил Михаил Как Дмитрий Викторович Про белого медведя Рассказывал То есть Вот мы про белых Медведя с темпераментом Их сказали Что есть те Кто машет лапой А есть те Кто просто не реагирует А есть те Кто вредничает Да Да Есть такие В практике Дмитрия Викторовича Был такой случай Когда они На ледоколе Вели Два или Я уже на самом деле Честно говоря Не помню Сколько кораблей И перед ними Появился белый медведь А чтобы его Говоря гражданским языком Объехать Нужно было Оцеплять корабли Которые они вели Караваном И им пришлось Ждать Когда медведь Накупается Они и гудели И там И кричали на него То есть Не помогло А это такой уже Белый медведь Привычный видимо К цивилизации Да Подождете Он может уже просто С Дмитрием Викторовичем И знаком Пока он Не накупался Он не ушел И уже тогда Через 40 минут Пришлось продолжать караван То есть Ждали Ждали Пока медведь Накупается И пока он Даст возможность Суду пройти Судно пройти Но это хорошая история Такое бережное отношение К природе Вообще на самом деле Потому что Арктические красоты Конечно Кто хотя бы фотографии Видел Незабываемые истории Про бережное отношение Было Да Отдельный разговор Обсуждали Что раньше Была традиция Кормить белых медведей А потом Стали Осознанно Не относиться К природе И понимать Что этого делать Не надо А почему Ну как минимум Потому что Не надо Потому что Ожидает Какой сценарий Или для человека В конечном итоге Или для самого медведя Потому что Медведь знает Что если он что-то Получит от человека То он идет к нему А люди разные бывают То есть Есть те Кто бережно Относится к природе А есть те Кто не очень Да Нет Мы не знаем Чего ожидать От животного Если он привыкнет Приходить к человеку То А вдруг У него настроение В следующий раз Будет Не то Не с тем Темпераментом Попадется Вдруг это будет Тем более Это опасный хищник С огромными размерами И зубами Понятно То есть Все-таки Надо вот осторожнее В этом моменте Подходить Да Ко всем Ну твоим Добрым Наверное Порывам Это примерно Как Ну там Со всеми остальными Да Вещами То есть Ты когда что-то делаешь Ты должен понимать Можешь ты это делать Впоследствия Впоследствия свои Или нет Помимо еще Белых медведей Туристы могут увидеть И моржей И птичьи базары Что такое Птичьи базары Это скопления птиц Большие Где они все сидят На скале И Там и живут И общаются И поэтому И поэтому Это базар Поэтому это базар Да Потому что ледокол Проходит рядом С архипелагом Земля Франца Иосифа И это вот все Находится там Сам Вот этот ледокол 50 лет победы Ну вот Понимаете Он в 2007 году С 2007 года Эксплуатируется Представьте Сколько у вас Анна Есть машина? Да У меня есть машина Сколько у нее лошадиных сил? Нет У меня очень немного Лошадиных сил У меня 100 лошадиных сил А у атомного ледокола 75 тысяч Лошадиных сил 750 раз 750 ваших Моих машин Да Это мощь Я хотела просто спросить Его где-то можно посмотреть? Там фотографии Этого атомного ледокола Может быть Там вот В завтрашней публикации Что-то будет Конечно И у нас публикации В этой фотографии И к тому же Дмитрий Викторович Идет в свой блог На живом журнале Да ладно Да Уже 10 лет Так Где он показывает Рассказывает О жизни на ледоколе О работе ледокола И вообще на Окололедокольную тематику То есть можно Его найти А как его искать? Дмитрий Лобусов Да Можно просто Написать в поисковике Дмитрий Лобусов И сразу первая же ссылка Выйдет Его живой журнал И там можно Все это увидеть Да Все это увидеть Погрузиться Даже если ты уже Вышел из школьного возраста И не попадаешь В число участников Конкурса потенциальных Ты все равно можешь Зайти и посмотреть И зайти и посмотреть На самом деле В конкурсе можно Вне только зачета Поучаствовать Взрослым людям Если интересно На вопросы Поотвечать Если Но конечно же Старше 16 лет Уже в эту программу На ледокол В следующем году Не попасть Я напоминаю Что у нас Конкурс В честь 75-летия Атомной промышленности Организаторы Росатом Информационный центр По атомной энергии И к участию Приглашаются Ребята 12-16 лет Это могут быть Либо Старшеклассники 7-й и 10-й класс Либо участники Учащиеся Средних учебных заведений Возраст такой До 18 октября Нужно заходить На сайт Полюс Атом Онлайн Регистрироваться И выполнять Задания Интеллектуальная часть Сейчас уже есть Уже сейчас Да Есть Три викторины Из четырех Можно уже сегодня Если зарегистрируетесь Ответить на эти вопросы Четыре испытания С разными уровнями Сложностями Я вот сегодня Перед нашим эфиром Прошла демонстрационный Там есть еще Тренировочный Тренировочный 15 вопросов 10 вопросов Из разных Областей знаний То есть это не обязательно Даже естественно Научная сфера А это школьные все-таки Знания То есть вот Ребенок к чему должен готовиться Это Да Знания То есть это все Школьные программы Это была демонстрационная версия Здесь наверное Были достаточно простые вопросы Дальше все сложнее и сложнее То есть Первая викторина Еще посложнее Второй Третий уровень Четвертая Самая сложная будет По 15 вопросов Из разных областей знаний История Литература География Флора Фауна Атомная энергетика Здесь это все-таки Не входит В школьную программу Атомная энергетика В чистом виде Надо интересоваться этим Все равно Приходить в информационный Центр по атомной энергии Интересоваться Слушать Отвечаем Это интеллектуальная часть Четыре викторины По 15 вопросов На кругозор А я правильно понимаю Что можно только Один раз это сделать То есть Ты зарегистрировался Ты отвечаешь на вопросы И второй попытки У тебя уже не будет Да конечно Там и по номеру телефона То есть Строго все с регистрацией И с контролем над тем Чтобы не было Каких-то накруток Да А как ты понимаешь Вот в момент Ответов Да Когда ты их даешь Что ты Хорошо ответил Но когда правильно Неправильно Сразу же пишут Да В демонстрационной версии По крайней мере Мне предлагал Сразу же объяснял Где ответ правильный Почему Где ответ неправильный Опять же И почему То есть Если ты ошибки допускаешь Вообще шансы-то еще остаются Или ты если первую викторину С ошибками прошел То все Ну шансы остаются Конечно Зависит еще от того Как другие участники ответят Ну и это же Опять же только Интеллектуальная часть Самая главная Творческая часть Записать видео Рассказать Что я сделаю Когда попаду на Северный полюс Загрузить его В соцсети Везде Как полагается Да Диан Вы говорили про то Что это уже не первая поездка Школьников Да Но я так понимаю Что всего раз в год Бывают такие поездки Да Поездки раз в год И Условия попадания Разные Вот здесь По конкурсу В честь 75-летия Атомной промышленности Сейчас В этом году Ребята едут Вот уже Двое мальчиков Из физмата Уже сидят На двухнедельном карантине Перед тем Как взойти на борт И Они Попали Потому что В Сириусе В центре одаренных детей В Сочи Показывали хорошие результаты То есть Здесь договоренность Конкретно Русатома И ЦАЕ С Сириусом То есть Такая поездка Не одна На самом деле В год бывает Есть разные Нет почему Раз в год В этом году Сириус В следующем году По итогам Этого конкурса А Точно Все Я уже Я перепутала Что ведь Этого года Поездка И следующего года Поездка А не было Вообще Желания Все-таки Сделать Чуть более Доступной Арктику Или Чтобы не 25 человек Участвовал Например У Росатома Не один такой конкурс В год проводить А два или три Во-первых Мне кажется Что это достаточно Затратно Для Росатома Во-вторых Мне кажется Что Здесь Надо сохранить Ценность Необычность Этой поездки И В-третьих Свои Есть задачи У атомного летокола Ну понятно Не только школьников Возить И туристов Не только школьников И туристов А вообще История такая Вот Насколько она Ну Востребована Мишу Дмитрий Что говорил Лобусов По поводу Туристов То есть Вот Это единственная Возможность Попасть на ледоколе В Арктику Да Или может быть Как-то вот Есть еще Какие-то варианты На самом деле Да Это единственная Возможность Попасть в Арктику На Северный полюс И поэтому Услуга Это достаточно Востребована В мире Не только в России А в целом мире То есть Не только российские Ледоколы Уходят туда Или только российские Насколько я помню Что только российские Только российские Могут довезти Потому что Другие ледоколы Уже не справятся С такими льдами И только в России Есть атомный Ледокольный флот Да Атомный ледокольный флот Единственный В мире У России У России Больше никто Не довезет До Северного полюса Мы обсуждали Как раз Можно будет Послушать это В интервью Почему Каким-то странам Это не нужно Какие-то страны Например США Уже понимают Что им тоже Нужно двигаться В этом направлении Но не догонят Ага То есть уже поздно Уже поезд ушел Так Еще варианты Вот какие у меня По поводу Там Ну поездок Замечательная история А есть ли какие-то мысли По поводу того А что делать потом Вот с этими ребятами Которые съездили Ну например Вот наши кировские ребята Вы говорили Что уже были там Кто потом Мы общались С девочкой Она заинтересовалась Арктикой Вот она сейчас Дышит Дружит С капитанами Рассказывает Что поздравляют Они там друг друга С днем рождения Заинтересовалась Росатомом В принципе Участвует В Всероссийской Олимпиаде По физике То есть спланирует Связывать свою жизнь В атомной тематикой Как я поняла Со слов ее мамы Дальше Участвует В научных конференциях По будущему Арктики Потому что Здесь Была такая развилка Вкладываться ли В развитие Арктики Несколько лет назад И принято решение Что все-таки Вкладываться Как ее развивать Вот обсуждали На конференции МГИМО Например Вот и в том числе Наша школьница Участвовала в ней В этой конференции Да-да-да Ну и опять же На корабле Будет возможность Пообщаться Как я говорила С молодыми учеными С популяризаторами На судне На пароходе Кстати да Мы же не сказали Это пароход Ну Или сами Члены экипажа Сам Дмитрий Викторович Называют И члены экипажа А судно Называют пароходом Он пароход на самом деле То есть он При помощи пара Ну если вникнуть В процессы Процессы Работы Атомного реактора То Да Его можно назвать Пароходом Я так полагаю Потому что Реактор нагревает воду Вода превращается в пар Пар крутит турбину Турбина Содина с генератором Генератор вырабатывает Электричество Электричество Крутит электромоторы О какой сложный процесс А ледокол идет В этот момент А рядом белые медведи Машут лапы И купаются Я да Говорю На судне будут Молодые ученые Молодые ученые Популяторы науки Поэтому Профориентационная История Тоже будет Задействована Думаю что Многие После таких поездок Влюбляются И в Росатом И в Арктику Ну конечно Такие красоты Увидишь Естественно Не откажешься потом Диана А известны ли Какие-то планы Вот на будущее Например Если сейчас У ребенка В возрасте 12 лет Не получается Выиграть этот конкурс И попасть В Арктику То через год Через два года То есть Конкурсы Участвовать можно Да Неоднократно Может быть Будет какая-то Другая форма Но я думаю Что мы Со своей стороны Информационный Центр Атомной энергии Кирова Всех ребят Которые от Кирова Будут участвовать Что называется Отследим И привлечем К нашим активностям Тому что у нас В городе Будет происходить И не потеряемся С ними Ну и в любом случае Не последний конкурс Может быть Не в Арктику Да Но какие-то еще Варианты Я думаю Что у Росатома Много интересных вещей Которые школьникам Можно показать Да То есть Поездки Просветительские поездки Это Наша Наша сфера Так В декабре Мы возили Школьников Нижний Новгород Знакомиться С их Объектами Атомной отрасли И как только Пандемия Нас отпустит Будем продолжать В этом направлении Будем двигаться Развиваться И рассказывать Об Атоме И о том Что нас окружает Не только в Кировской области В этом случае Я каждый раз Предлагаю Смотреть нашу афишу Потому что мы обсуждали Тут вот Со школьниками Говорят Ну столько всего У вас Интересного Следить за афишей Потому что возможностей Предоставляется Очень много Для школьников Для старшеклассников Особенно В этом возрасте Только успевай Везде Пробовать Себя Все Еще раз Отправляем Наших слушателей На сайт polus.atom.online Да Там можно Посмотреть Условия конкурса Там кстати Говоря Есть ссылочка На смежные Конкурсы На радиостанциях Партнерах Проекта Там тоже Разыгрываются Призы Да 25 счастливчиков Попадают На Северный полюс Еще 100 человек Могут получить Разные 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 Понятно Что знания Бесценны Один раз Вовлечешься В это Дальше Уже не откажешься Всех Слушателей Отправляю В понедельник Уже завтра Завтра читать Источник новостей В понедельник На сайт Мой Атом В группе Вконтакте Ицаи Кирова Вконтакте Смотреть Видеоверсию Этого интервью Совместная Источника новостей Ицаи И на сайте Источника новостей Эта видеоверсия Тоже появится Журналист газеты Источник новостей Блогер Который брал интервью У Дмитрия Лобусова Капитана Самого крупного Атомного ледокола И Диана Ворончихина Менеджер по проектам Информационного центра Атомной энергии Города Кирова Программа на этом завершается Спасибо До свидания